В прошлой программе мы говорили о преимуществах жилой недвижимости в городах-спутниках, к которым можно отнести экологичность, относительно низкую стоимость и, конечно, небольшое расстояние от мегаполиса. Сегодня города-спутники практически сливаются со столицы Урала. Застройщики и муниципальные власти делают все, чтобы повысить их привлекательность для жителей не только пригорода, но и Екатеринбурга. Так, например, в городе Дегтярске, расположенном в 50 с небольшим километров от уральской столицы, администрация совместно с частными застройщиками разработали и начали воплощать в жизнь проект по выполнению указа президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Мы разработали концепцию, которая предполагает вхождение на территорию инвестора, который, в общем-то, окажет помощь муниципалитету хотя бы частично, но какие-то дома селить. Наша задача была максимально снять административные барьеры, что мы сделали. Сегодня составлены все планировочные материалы, эскизные проекты. Нас это устраивает. Дай бог, чтобы эта ситуация все-таки приросла к нашей земле. По ее результатам мы должны отселить 4 ветхих 8-квартирных живых дома. Это будет уже великое дело для нашей территории. Сейчас на месте недалеко от заводей, на котором планируется постройка, стоят дома 30-х годов, ветхое состояние которых видно невооруженным глазом. Совсем скоро здесь будет развернут жилой комплекс из нескольких домов переменной этажности, с инфраструктурой и благоустроенной прибрежной территорией. В данном комплексе предусмотрены также парковочные места, места для отдыха людей и современные детские площадки. В первую очередь в этом комплексе предусмотрены трехэтажные. Все последние очереди взамен существующих бараков будут шестиэтажными. При строительстве данного комплекса используются только высококачественные строительные материалы. Стоимость одного квадратного метра в новых комплексах в Дегтярске может достигать минимума в 25 тысяч, причем среднее по городу 40 тысяч рублей. Это проект все-таки коммерческий, но это и есть то, что сегодня называется частно-муниципальным партнерством. То есть, решая свои коммерческие задачи, социально ответственный бизнес в том числе будет решать и проблемы муниципалитета. Как утверждают специалисты, цены на жилье в Дегтярске в скором времени значительно пойдут вверх. Это связано с тем, что на территории Дегтярска будет построено новое градообразующее предприятие – завод по переработке сурьмы, что, конечно, повысит привлекательность данного района для работающего класса населения. По строительству завода, значит, следующее. Что дает территории вхождение инвестора на земли муниципалитета? Во-первых, это порядка миллиарда инвестиций в строительство завода. То есть, территория городского округа Дегтярск подорожает на миллиард. Это первое. Второе. Предприятие будет ежегодно выплачивать порядка 47-48 миллионов налогов в бюджеты всех уровней. Продолжение следует...